Добрый утро, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами уже очень близко к завершению. Одиннадцатая глава, послание к евреям. И сегодня у нас с вами с 35 стиха его второй части и до, наверное, 38. Сейчас посмотрим. Иные же... Мы закончили 35 стих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшие воскресения. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по бустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Честно говоря, мне все время как-то жутковато все эти описания читать. Особенно там про перепиливаемы. Но опять мы... Ну, с одной стороны, есть небольшое, как бы сказать, утешение, что это было только один раз в истории, ну, по крайней мере, из того, что мы знаем. С другой стороны, как говорится, ну, вот да, такая жизнь. И мы здесь можем как минимум видеть, что все вот эти вот заявления этого мира о том, что мир стремится быть лучше, мир стремится стать человечнее, там, люди защищают человеческое счастье. Ну, я имею в виду, там, государства всякие, конвенции и прочее. То есть, вот, ну, во всеуслышание делаются громкие заявления и, в общем-то, неплохие, что мы там полностью за человека. Но когда дело касается дела, когда дело доходит до конкретных случаев, мир часто показывает свой вот этот вот, уж извините за расхожее выражение, звериный оскал на самом-то деле. И, то есть, заявления о всякой там человечности, демократии и прочих там вещах, прочей доброте и так далее, взаимопомощи, они, ну, и терпимости, да, они идут тогда, когда это кому-то выгодно. Когда задействованы там большие деньги, большая политика, и вот тогда уж там все упражняются в своих лозунгах. Но на самом деле мы знаем, что, ну, я надеюсь, мы знаем, что, например, постоянно, постоянно в мире идут гонения. Вот, постоянно они совершаются на верующих, я имею в виду, людей. У нас есть, как я уже говорил однажды, у нас есть такое издание, календарь на 2022 год. Издание, организация называется «Голос мучеников». И вот они собирают, ну, они помогают, естественно, но они еще и собирают сведения обо всех гонениях, которые происходят повсеместно в мире. То есть, они призывают за это молиться, они там, ну, шлют помощь этим людям, там, ну, и так далее, и так далее. Так вот, там, в этом календаре, ну, естественно, 365 дней в каждом дне есть какая-то страна, есть какое-то, ну, нечто, за что нужно молиться. Там страны, до которых я... Ну, естественно, там есть известные, опять-таки, те же самые, пресно памятные наши Индии, Китай, и там, арабские страны. Ну, там есть какие-то вот маленькие, в том числе, ну, там, малоизвестные, там, Непал, какие-то Суданы, там, Кенни, Бирмы какие-то, там, слоновые берег, слоновые кости, еще там малоизвестные, там, или совсем неизвестные. Но эти вещи происходят постоянно. Вот. Ну, давайте по порядку. Замучены были. В греческом языке это слово имеет такую достаточно жесткую, на самом деле, окраску, никакого тут смягчения не будет. Это были действительно просто замученные. Вот. То есть, там подразумевалось избиение палкой или дубинкой, когда, ну, во время, когда использовано это слово было. Лучшее воскресенье. Естественно, естественно, Господь не оставляет своих, но иногда, как мы видим, в некоторых случаях, люди не получают какого-то избавления здесь, на земле, и нужно быть к этому готовым. На самом деле, здесь я просто, просто говорю как есть, потому что Божье Слово говорит об этом, и я не собираюсь это смягчать и каким-то образом завуалировать. Да, бывает так. Бывает так, что человек не получает избавления здесь, но зато мы знаем, что наша надежда на небесах, и там нас ждет самое главное, самое лучшее избавление. И вот это лучшее воскресенье, ну, как мы знаем с вами, есть два воскресенья будет. Воскресенье праведников для награды, для вечной жизни, ну, как бы полнота искупления, когда совершится Господом. И есть воскресенье, ну, как говорится, такое себе. То есть, воскресенье осуждения, когда люди, оставшиеся люди воскреснут, но уже для того, чтобы, в общем-то, быть вернутыми в муки вечную. Испытали поругание. Ну, здесь уже такие вот, как бы, более обычные гонения, более распространенные в виде насмешек, в виде такой вот, в виде такой обструкции, не очень физически страшной. То есть, это как Исаак терпел насмешки от Измаила, над Самсоном Филистимель не издевались на своем перу, ну, насмехались. Вот, Узы и Темницы. Ну, понятное дело, здесь этого хоть отбавляй, да, что в советское время у нас, что библейские персонажи, тот же самый Иосиф оказался в тюрьме. Вот, нечестивый царь Ахав заключил Михея в темницу, ну, и там Иеремия там в темнице был, и так далее. Много раз тогда, это все очень такая распространенная штука. «Были побиваемы камнями». Из того, что мы знаем, я имею в библейские примеры, Захарию забили камнями до смерти между храмом и жертвенником. Вот. Перепиливаемы. Согласно историческим источникам, Исаию перепилили пополам и убили. Вот. Ну, мы этого не видим в Библии, но, тем не менее, вот, как бы, сторонние источники, исторические данные говорят об этом. Подвергаемы пытки. Но, поскольку, вот, здесь уже есть слово «замучены были», это именно, вот, как раз, такие жестокие, вот, страдания. А вот, подвергаемы пытки, здесь в оригинале стоит слово, которое означает «подвергать испытанию и искушению». То есть, уже не физическое воздействие. Вот. И здесь есть, ну, как бы, вариации, потому что оригинальный текст в этом месте немножечко, как во многих рукописях, несколько был поврежден. Поэтому это слово можно двояко воспринимать или как искушение, ну, как либо физическое, вот, искушение испытания, то есть физическое насилие, либо как искушение, ну, как борьба с грехом, борьба с болью, с грехом, именно уже внутренней, вот, эти вот, внутренняя война. Вот. И, с одной стороны, кажется странным, что посреди вот этих вот описаний физического насилия, что это, физического воздействия, автор послания к евреям вставляет такое слово о искушениях, которые внутри человека. Но, как бы, тем, кто, тот, кто в теме, что называется, тем, кому знакомо настоящее противостояние греху, когда человек не, ну, действительно противостоит, да, именно противостоит греху, когда он не прогибается перед ним, не идет на компромисс, а именно противостоит греху, который есть в его жизни и избавляется от него, то, на самом деле, таким людям, я думаю, знакомы вот, ну, сила этого искушения, и, на самом деле, там страдания могут быть такие достаточно чувствительные. Вот. То есть, мы здесь не знаем точно, что значит это слово до конца, но вот двоякость толкований небольшая имеется. Умирали от меча. Ну, пророки, убитые в одни. Или, там написано, что, или, говорит, я один остался, тогда всех перебили. Доик и думьянин истребил 85 священников во времена Давида, мы знаем. Такое следующее описание. Искитались в мелочих и кожах. Ну, из примеров у нас Илья, который носил такое вот, такие одеяния из верблюжьего волоса. Они, видимо, были менее, ну, очень такие, менее комфортные, скажем так, чем даже обычные одежды, и уж тем более, чем всякие там царские одежды, и уж тем более, чем те одежды, которые мы с вами носим, потому что одежда древнего мира все-таки, хотя она и была, как многие могут говорить, там удобной, там и прочее, и прочее, ну, конечно, сейчас одежда гораздо удобнее во всех отношениях. То есть она гигиеничная и продуваемая, и то, и пятое, и десятое. Вот. Люди того времени, конечно же, были лишены такого комфорта, и часто этот комфорт был не просто отсутствовал, там. И многие неудобства испытывали люди. И вот эта фразочка дальше. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пещерам земли и так далее, по ущельям. Ну, опять мы знаем. Давид скитался в своих... Давид прятался по пещерам. Мы знаем, что от гонений еще были пророки. Помните, там, кто-то, не помню уже, кто в Ветхом Завете скрывал две группы по пятьдесят человек, там, один, там, верующий, тоже скрывал в пещерах от гонений вот какого-то злобного царя. То есть, смотрите, в целом, да, вот это вот, те, которых весь мир не был достоин, вот эта фраза, она уже обращает наше внимание, ну, как, предлагает взглянуть над этим описанием, ну, как бы, над этим описанием. Немножечко подняться над этим описанием, взглянуть сверху на все это. И картина получается такая, что, на самом деле, часто люди, как по признанию самого Господа, по выражению самого Господа, те, которых весь мир не был достоин, они не получали вот этого вот должного воздаяния за свои, там, страдания, за свою веру именно в этой земле, на этой земле. И да, Господь, как мы знаем, есть обещание, что Господь избавит своих, хотя иногда и медлит это делать, вот, и на самом деле мы абсолютно и полностью можем положиться, полагаться на Господа в наших обстоятельствах, о том, что Он, как минимум, будет с нами, и во многих случаях эти обстоятельства закончатся. Как мы видим у нас с вами, вокруг повсеместно есть масса ответов на молитвы, когда люди действительно были в трудных обстоятельствах, и они заканчивались. Но для некоторых Господь предусмотрел, на самом деле, вот, все-таки, пройти через, мягко говоря, неудобства, вот, а я не хочу даже говорить о том, что мы читали раньше, но вот эти все более жесткие вещи, ну, серьезные проблемы. И для некоторых людей, на самом деле, они не закончатся до конца дней, понимаете, то есть вот, это вот опять камень в огород Евангелия процветания, что если ты будешь верить, то вообще будет все классно, никогда не будешь страдать, болеть, потому что Бог за тебя, Бог с тобой и так далее. Да, Бог с нами, но бывает, что Бог проводит просто через эти вещи. Он с нами, Он проходит вместе с нами, Он избавляет от всякого уныния там и так далее, но через некоторые вещи просто приходится пройти. И для Божьей славы, для нашего исправления, для нашего научения и так далее. Ну вот, и не нам судить, что должен сделать Господь в нашей жизни. Должен Бог дать мне комфорт или не должен, да, там, мы не должны вот думать в таком ракурсе, что Бог нам чего-то должен. Вот, но со смирением проходить все обстоятельства в нашей жизни, со смирением, с надеждой на Господа. Вот, и я думаю, что все-таки нам нужно надеяться не на то, что мы будем избавлены, потому что, может быть, по-всякому, но надеяться нужно на то, что на самом деле Господь проведет, что Господь укрепит нашу веру и на самом деле, что Господь сохранит нашу веру и возьмет нас на небеса в свое время. Вот это наша самая главная и самая лучшая надежда. Отец наш Небесный, прошу благословить, пожалуйста, нас и прошу благословить тех, кто проходит через тяжелые обстоятельства, через неудобства, крайние неудобства, дискомфорт и гонения. Молю Тебя о том, чтобы Ты укрепил каждого, кто сейчас в таких вот тяжелых обстоятельствах, благослови каждого верующего, каждого, кто надеется на Тебя. Прошу о том, чтобы Ты укрепил веру, укрепил надежду Господь, чтобы Ты избавил от ропота, от всякого недовольства и благослови этих людей, Господь. Дай радости даже вот в это трудное время во имя Иисуса Христа. Аминь.